Салем Казахстан. Мы находимся в эфире. Сейчас с нами в студии Фатима Джандосова. Фатима сейчас временно выехала из Казахстана с супругом семьей. Фатима, как давно ты сейчас за рубежом и где сейчас проживаешь? Я проживаю в Испании. Это было наше с мужем решение, что мы сюда переедем и неизвестно какой срок, но пока попробовать себя в другом мире, скажем, пожить просто в другой обстановке, в других правовых рамках, в других условиях для себя, потому что мы уже не так молоды, чтобы пробовать что-то новое, но тем не менее решили попробовать. Ну и как тебе Испания? Ой, пока только климатически могу сказать. Летом жарище и влажность, сентябрь прекрасный, начало октября прекрасное, потом наступают холода. Вот сейчас я вся вещь закутанная, вообще сижу, мерзну. У нас здесь нет отопления и на отопление вот сейчас мы ожидаем в этом месяце будет счет примерно, наверное, 200 или 300 евро. Только за электричество, потому что мы постоянно кондиционер включаем. Ну, в общем, не приезжайте сюда, люди. Люди. По крайней мере, или продумывайте систему отопления, или чтобы в квартиру заходило солнце. Мы очень мерзнем тут. Да? Вообще, в принципе, причина выезда, она как-то связана с пальчицкой ситуацией в стране, с вот этой волной репрессий, запукиваний, угроз? Практически нет. Практически нет. Муж немного волновался, я думаю, за меня, но он во всем поддерживает, но он как бы опасался, что меня могут или арестовать, или что-то. А я последовала его как бы волей, выбору. Вот давай перейдем плавно на Казахстан. Сейчас ситуация какая-то переменчивая. То идут волна репрессий, то идет их спад, то одиночные пикеты запрещали. Сейчас они фактически разрешены. Ситуация с репрессиями непонятная. Вот трех женщин-матерей выпустили. До этого еще группу отпускали практически на свободу по таким, знаете, условным наказаниям с маленькими сроками. Один-два года. Фактически выпускали издала судебного заседания. Вот как ты можешь охарактеризовать, что происходит вообще с этой репрессивной политикой у властей? Там какая-то борьба идет, что-то непонятное вообще? Мне кажется, да, идет какая-то борьба каких-то сил, о которых я не знаю. Я не сильно в этом разбираюсь. То под нажимом они отпускают, то без нажима они отпускают. Просто так непонятно. Уже потеряли всякую веру. Тут раз в человеке. Непонятно, почему Макса не выпускают никак. Я не знаю. Я знаю, почему Макса не отпускают. Ну-ка, скажи. Дело в том, что Макс сказал, что не подписывается ни под какими условно-досрочным освобождением, по переводу в колонию-поселение, ни под какими амнистиями, ни под какими поощрениями и так далее. Только в случае, если его оправдают. И он требует от властей, чтобы они приняли пересмотр суда. Причем он еще говорит, я еще и жалобу подписывать не буду на пересмотр. Пусть сама прокуратура обращается в высшестоящие органы и принимает решение о полном оправдании. То есть, такой максималистский подход. Максималистский. Да, максималистский. И по максимуму требования. Короче, власть он загнал в тупик. Нет, ну ты же согласен, что власть может все равно взять и отпустить. Просто какой-нибудь генерал даст или распоряжение. И без всяких этих они... Ну да, его могут просто вытолкнуть из-за ворота. Типа, иди там, стой у ворот и проси колонию там или срок до конца, там, сколько ему лет дали. С другой стороны, вот мне кажется, властям было бы, конечно, очень здорово, если бы они согласились с таким вариантом провести пересмотр. Пусть это будет гласно, пусть это будет суд присяжных полноценный. И если в итоге его оправдают, то, я думаю, и он будет на свободе, и власть даст всему народу как бы надежду на то, что на самом деле появился суд 12 присяжных по политическим делам, который может реально оправдывать людей, где можно бодаться на равных с репрессивными вот этими КНБ, МВД, прокуратурой. Я согласна. И в отношении АРОНа такая же ситуация. Да. Они могли бы просто этих политзаключенных выпустить и все. Потому что они реально действовали всегда в правовом поле и не представляют опасности для простых людей, скажем так. Они только идеологическая опасность. А идеология, как мы понимаем, уже начала турбулентно меняться. То есть неясно, что хочет библиотека. Ну, в смысле, он выразил, что хочет вернуться, но все равно слухи остаются. Вот. И непонятно, чего хочет такая, потому что для меня он вообще темная лошадка. Я не понимаю. То есть где-то действительно он дает... Сейчас они оба темные лошадки. Непонятно, что у них в голове. Да, да, да. А кто какой-то в голове сейчас устраивает, какие там выйдет война обкулуарная. Это все сейчас... Они обе сейчас страшные темные лошадки. Да. И на этом фоне, на фоне неизвестности, что они, как бы можно делать какие-то свои новые проекты, новые дела. И чем, по-моему, общество воспользовалось, осознанно или подсознательно, неизвестно. То есть создаются разные движения партии. Мне кажется, это очень хорошее веяние, что что-то... Единственное, что меня страшно расстраивает, то, что льют друг на друга грязь. Ну, в основном льет ДВК. Вот. И я сначала смотрела сквозь пальцы на это, а сейчас я стала резким противником вообще. Ну, не то, что с ДВК, а именно Муктара и Жанна Баты. Но ДВК какого-то такого не существует. Это никакая... Ну, в смысле, есть люди, которые говорят, мы ДВКовцы. И я против них ничего лично не имею. Но я имею против Жанны Баты и Облязову, потому что они реально льют какую-то чушь на всех. Вот ты чуть-чуть высунулся в гражданском поле, тебя тут же приписали провластным, КМБшникам, там, работаешь с властью, непонятно откуда деньги, так и же это. Хотя все работают вообще без денег. Нет. А они какие-то свои деньги показывали кому-либо? Никогда. Ну, они какой-то отчетности... Вот странно вообще называться демократическим выбором Казахстана, когда организация построена по недемократическим принципам. Сперва ушли меня, потом ушли Айнуру Курманову, потом ушли Айдоса Садыкова. Фактически Булата Табаева ушли, он сейчас не работает там. Один Облязов. Потом, если даже Жанну Боту привлекли, то ее, вот как сопредседатель, как там Айдоса Садыкова, Булата Табаева, ее не включают. Владимир Козлов выехал в Киев как бы на подмену Жанны Боты. Его тоже не вводят. То есть Аблязов хочет быть единственным царем. Никакой демократии, никаких там политсоветов, ничего подобного нет. И при этом она себя называет демократической и так далее. Но в целом, ты все-таки считаешь, что вот эти все движения, оппозиция вне ДВК, это не агенты КНБ, это не агенты АКТО. Ну, я скажу за тех, с кем я как бы работаю. Мне кажется, они нет. Хотя, ну конечно, можно там бесконечно сомневаться. Но я думаю, что лучше верить в людей. Потому что, когда ты сомневаешься, нет прогресса. Когда ты веришь, есть прогресс. Ну, то есть ты тогда делаешь совместные дела, что-то там предпринимаешь. Как только начинаются сомнения, так сразу прекращается любая работа. Ты начинаешь только подозревать. Вообще, в принципе, вот какой смысл подозревать всех, вот это обливать грязью, когда, мне кажется, было бы логично, вот то хрупкое равновесие в оппозиции, наоборот, скреплять, создавать какой-то единый фронт против тирании, создавать какой-то совет общественный и как-то координировать там по митингам, координировать по референдуму, координировать по выборам, по партиям. Ну, хоть как-то вести себя. Есть такая хорошая поговорка, она мне очень нравится. Дурак из друзей делает врагов, а умный из врагов делает друзей. Мне кажется, Аблязову нужно просто выйти на дебаты со всеми и нормально объясниться. Но он ни с кем дебаты не хочет проводить. Он, раз всех их обозвал агентами КНБ, он как бы обосновал, почему он с ними не уходит на дебаты. Ну, получается, все агенты КНБ, кроме него, кроме Ленина. Ну, да, давай от него отойдем, потому что он... Вот смотри, по поводу Сукаева и вот этого НСОДа, по поводу волны одиночных пикетов, митингов, акций протеста, маршей против каких-то попыток действовать в рамках вот этого диктаторского режима, сопротивляться по мере того, у кого какие есть возможности. Что ты думаешь? Активность вот это? Мне кажется, любая активность, она позитивна и хороша. То есть все пикеты, все митинги, все, которые были, инициативы, санкционированные, несанкционированные, они в любом случае хороши. Это все будоражит и власть, и общественное мнение. И я считаю, что любые методы, они хороши, кроме вооруженного восстания. Я против вооружения. Ну, в смысле, я не знаю, по крайней мере, я не хочу крови. Вот. И мы в свое время очень много выходили на митинги, и 6 июля, как всегда, там против Назара и другие, за Максы и так далее. Но было ясно, что этот путь сейчас, ну, малоэффективен. То есть он, возможно, эффективен. То есть я как смотрю, все, кто слушает Аблязова и выходит на митинги, это хорошо. И они могли бы составить очень мощную волну, и могли бы составить хорошую компоненту в общем движении сопротивления. То есть должен быть кумулятивный эффект от аналитиков, от людей, которые хотят продвинуть законодательство, улучшить, да, вот как мы по референдуму сейчас работаем, от правозащитников, от разных партий, в том числе и незарегистрированных, но и митинги. То есть если мы все вместе будем в одном направлении давить, что в принципе происходит, но хаотически сейчас. То есть у меня почему-то, как у физика, приходят сравнения. То есть, знаешь, турбулентность и ламинарность. Ламинарность это когда все как бы движутся в одном направлении, то есть это одна сила, один поток. А турбулентность это когда кто-то разворачивается, где-то там образуются вихри, потоки, и оно как бы образует такое смешение всего, как бы все движется, но немножко в таком забутанном варианте. Понятно, что Аблязов претендует на то, чтобы возглавить вот это, то есть сделать все ламинарным, но в отношении митингов и требовать отставки там власти. Но это не единственный путь. Надо быть ламинарными, но разные слои. Одни проводят законодательные реформы, другие действуют там на переговорах с парламентом, третий через НИСОД доводит свои идеи, четвертые выходят на митинги. А могут они все вместе выйти, и ничего страшного. Просто в тех митингах, которые сейчас, это частные идеи, частные требования. То есть они, да, расшатали народ. Но должны быть некая общая идеология, общие требования, которые поддержат все вот эти слои, которые работают на разных площадках, скажем так. А вот что ты думаешь по поводу НИСОД? Я брал интервью у Андрея Чеботарева, у адвоката Аймана Маровой, у Тоганая Беталеевой. В принципе, они говорят, надо использовать на всю катушку НИСОД, и они уже вытащили законопроекты по партиям, по выборам, по митингам. Есть прекрасный вариант этих законов, разработанные правозащитниками, там чуть-чуть доработать, тем же Жовтисом. В принципе, они, ну да, может быть, они, конечно же, Андрей Чеботарев, скорее всего, в курсе вот этих всех моментов. Он это уже свой вариант выдал на гора внутри НИСОДа. Там же НИСОД делится на три части, на три группы. Экономическая, социальная и политическая. Вот он в политической группе. И, значит, если, в принципе, там все это прокатит, и НИСОД проголосует, то Каев проголосует, передаст Назарбаеву на согласование. Он даст отмашку Мажлицу, Сенату и своей фракции Нур-Атан поддержать вариант. О чем идет речь? Андрей Чеботарева, проект по партиям, например, снижает потолок с 40 тысяч до 3 тысяч, убирает практически пороги по съезду, там тысячи человек, убирает пороги там по 600 человек филиал, убирает порог инициативной группы. У нас сегодня, оказывается, Жамбулату Мамая и группа ХАК отказали даже в начале проведения мероприятий по учреждению партии в связи с тем, что нету письма от тысячи человек в Минюст. Они говорят в законе, типа, вот это есть, там размыто, можно так понять, можно так понять, но вот получается, если эти барьеры не убрать, а их получается минимум 4, то никакая регистрация партии не пройдет. И вот он предлагает вот такой вариант. Там такие же предложения по митингам, уведомительная система и аппарат Тукаева фактически соглашается. Но это же получается прекрасно. Вопрос в чем? Вопрос получается в том, что по-прежнему, значит, некоторые говорят, что НСОД доверять нельзя, от него толку мало. Я считаю, что если там ребята есть, и у них хорошее взаимоотношение, и идет обратный ответ, то я думаю, зачем нам отказываться от преимуществ, которые дает работа НСОД? Я тоже считаю, что это нормально. Пусть работают. И тем более, их, пусть само правительство выбрало этих людей, но они доносят хоть какие-то идеи. И там люди не только прямо проправительственные, хотя есть парочка, но есть и люди, которые с народа, ну не с того, что они... Да, можно сказать, частично умеренная оппозиция есть там. Я думаю, что надо их поддерживать, просто не надо замыкаться только на НСОД или только на митингах. Я думаю, что нужно на самом деле поддерживать все там 10 вариантов и по ним двигаться. И если где-то идет, будет прорыв идти, это скажется на результатах всех остальных направлений. Наверное. Вот это и есть ламинарность, как бы в моем представлении. То есть это вместе в одном направлении, где оно как бы протолкнет эту дамбу, там мы и будем все объединяться. Другое дело, что вот... Но плохо, что НСОД сами не выходят в люди. Они замкнулись на себе, видимо, потому что почувствовали вот это неприятие со стороны остального сообщества нашего. И они не говорят, а давайте обсудим вот этот закон вместе. То есть, ладно, власть не идет. То есть у нее привычки нету общаться с народом, входить в диалог по разным вопросам. То есть они думают, что всегда монолог со стороны власти. А НСОДовцы уж могли бы сами организовать такие площадки и даже потребовать возможное финансирование для этого. То есть, ну, организуй ты там такой же канал, как, например, у тебя. Или там два раза в месяц дебаты по тому или иному вопросу, чтобы просто услышать. Достаточно ли снижения до трех тысяч? Может быть, как в России взять до 500. Ну, вот порог партии, да, или еще какие-то. Ну, то есть не только НСОД умны, скажем так. А их ум должен быть в общественном мнении. То есть они могут быть как раз агентами общения с людьми. Вот ты подсказываешь мои мысли. Я выпускал пост и говорил, ребята, вот я обращался к НСОДу. Вы же можете просто выйти и сказать, мы в таком-то зале арендуем. Приходите все. Мы обсудим первый пакет законопроектов. Вот давайте для начала обсудим закон о митингах и закон о выборах и партиях. Вот три закона. Приходите все. Ну, естественно, там половина не придет. С этим и с этой половиной кто придет при видеокамерах. Открытые депутаты, да. По секциям разделиться. Отдельная секция по партнерам, отдельная секция по выборам. И так в рабочем порядке. Люди будут понимать, что это не просто болтовня. Это люди, которые потом пойдут к Токаеву, они будут прилагать законопроект, будут утверждать, переносить потом в мажорист и сенат. Я сегодня НСОД называю третьей палатой парламента. Ну, можно сказать. Вот я думаю, что вот этой открытости НСОДу пока, к сожалению, не хватает. Они даже не выходят толком ни в интервью. Если бы я вот с ребятами сам не настоял на интервью, я бы так и не знал, что у них там какие-то законопроекты, что у них там какая-то работа кипит. Вот это в плане непрозрачность, это есть. И, кстати, она сегодня сказывается на референдуме. Ты знаешь новости, да, по референдуму? Ну, какие-то знаю они все. Вот. Ну, вот вчера сообщили, что, значит, после 10-дневного умолчания, после собрания, 10 дней никаких ответов ни на какие вопросы не было. Какие вопросы утвердили, утверждали ли, работала инициативная группа. Через 10 дней выходит вчера информация. Нурлан Искалиев заявляет, что отправили документы в ЦИК. Сканы отказываются давать, публиковать. Сам текст, что отправили, отказываются давать. Кто подписал, отказываются. Какие вопросы на референдум собираются, тоже отказываются обнародовать. И была ли работа инициативной группы вообще законопроектной по поводу вопросов на референдум? Предлагались ли там мои альтернативные проекты или альтернативные варианты вопросов от Заврежа Кабулбекова и Баталовой и многие другие альтернативные проекты? Ставилось ли на голосование? Было ли обсуждение? Где видео? Где фото? Ничего, ничего, ничего. И у всех сложилось впечатление, что получается, опять, как всегда, узкая группа людей принимает на себя полномочия. И они считают, что они есть народ. И без собирания группы, без обсуждения, без видео, без ничего выпускают все это в ЦИК. И при этом даже народу не хотят сказать итоговое, что в итоге. Я думаю, они, во-первых, скажут. А почему, извини меня, вот, Фатима, допустим, ты бы работала бы там. А почему ты должна говорить народу после того, как ты приняла решение, а не обсуждаешь это вместе с народом? Вот смотри, их уже избрали как народную, народных представителей по региону. Инициативную группу. Инициативную группу, да. То есть я ни в каких группах не состою, кроме как в штабе референдума. В этом штабе референдуму постоянно что-то обсуждается и так далее. Но там, ну, то есть там не говорилось тоже, что было на инициативной группе. Там обсуждался только вопрос, что, ну, во-первых, вынесен этот вопрос, то есть он у меня есть на руках, если хочешь, я зачитаю. Я не в большом удовольствии от его формулировки. Вот. От второго более-менее, от первого, то есть два вопроса на референдуме. Один по мажоритарному, другой по партиям. Другой по партиям. По партиям понятно, простому народу по мажоритарной системе не ясно о чем говорить. То есть тебе как политику или там еще кому-то, это понятно. Для меня слово мажоритарное, по одномандатным. То есть я, крутясь в этом, я могу представить о чем. Но он человек, который не вращается в политике и который должен будет принять решение по этому вопросу, он не поймет, о чем спрашивать. Поэтому должна быть очень мощная поддерживающая компания, чтобы понять, о чем этот вопрос. Но на самом деле, я, например, за то, чтобы был первый самый вопрос, первой формулировки, которую предлагал Нурлан по референдуму. Нурлан Искалиев. Он предложил, согласны ли вы, что следующие выборы, любые в стране, ну, условно я сейчас воспроизвожу, согласны ли вы, чтобы следующие выборы прошли только после изменения в закон о партиях и закон о партиях и выборах. То есть такая формулировка позволяла внести очень много разных потом. То есть мы сначала голосуем, да, только, потом мы уже обсуждаем, какие это будут изменения. Но было настояно, я не знаю, кем кто-то настоял на том, чтобы уточнить чуть-чуть формулировки о снижении порогов партии и вот это для Монтапа. Ну ладно, бог с ним, это не меняет. Почему это принималось без... Ну почему мне нравилась та формулировка? Потому что это позволяло инициировать самые разные. Во-первых, она просто звучала. То есть понятно, что следующие выборы только после проведения изменений в закон. Один вопрос, одно понятие меньше неопределенности. Это как бы ясно. Смотри, вот в чем мой законопроект, про который я тебе говорю и который был известен всем, но не был поставлен на голосование. Меня волнует, что вот это антидемократическое обсуждение, оно сводит к нулю какие бы альтернативные варианты. Да, это хорошо, то, что ты говоришь. Но смотри, если мы закон о партиях говорим, мы говорим, четыре проблемы существуют в этом законе, и они препятствуют регистрации партии-оппозиции. И то, что один пункт снизили, а три оставили, это сводит, получается, к нулю. Нет, там написано в том числе, Ирмит, но ты не перебирай. Там написано в том числе такой-то пункт. До этого вообще это говорилось без этого. То есть, просто изменения. Я бы была за ту формулировку. Ты спрашиваешь мое мнение. Нет, я согласен с тобой, что там, ты говоришь, уточнение какого характера, что до изменений в законе о выборах выборы не проводить. Да, это была первая вопроса. С этим я согласен. Сейчас звучит как два вопроса. Пусть как два вопроса. Можно было их объединить, в принципе, поставить два пункта и сказать за или против. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что это недостаточно. Я говорю о том, что если из закона о партиях изменять из четырех барьеров только один и оставлять три барьера, и эти три барьера непреодолимы для регистрации партии, то новая партия не появится. Ермит, ты вообще не понимаешь, что ли, о чем речь идет? Да, вот говори. Ты уже второй или в третий раз одну и ту же ошибку допускаешь в своих логических рассуждениях. Ты говоришь, что примут только одно изменение, но референдум подразумевал вообще изменение всего закона. Всего. Там можно хоть четыре, хоть пять. То есть ты не понимаешь. А в чем слабость? Принятие одной поправки, вот этой, это не о том, то есть в том числе она будет. То есть мы начнем изменения. Давай сейчас я тебе... Ты мне не даешь договорить, Ермит. Говори. Я тебе просто хочу сказать, что ты одну из... Которую ты говоришь в том числе, ты получается и авторы предлагают властям самим изменить закон, и они его изменяют. Нет, нет. Но можно было добавить такую формулировку в обсуждении с гражданским обществом, с СНСОДом и так далее. То есть можно вот так добавить. Ну и сейчас четыре вот этих суватия люди не поймут. Понимаешь? Здесь уже две поправки, да, предложены. И я, я как человек еще, который что-то понимает, да, уже один вопрос я не понимаю. Я... Ну, мне трудно принять, хочу ли я эту одномандатную систему с мажоритарным там выбором? Я не понимаю. Понимаешь звучание? Вот я тебе сейчас скажу одну вещь. Смотри, даже вот этот одномандатный вариант, он фактически не решает одну большую проблему. Дело в том, что у нас сейчас выборы, ты знаешь, проходят через партию. Конечно. Поэтому зачем засовывать вот эти вопросы в референдум? Ты не понимаешь, для чего вообще этот референдум проводится? Артима, давай я сейчас договорю. Смотри, по поводу партии. Сейчас только через выборы пропорциональные. Раньше и в то же время предлагается даже в Маслехаты, где одномандатные, выборы проводить тоже через перед партию. Не предлагается, это уже внесены изменения. Да, да, да. И вот получается, даже если будут одномандатные пропорционально сделанные там 50 на 50, одномандатные, мажоритарные, и 50 по партийным пропорциональным спискам, в итоге не решается одна проблема. И там, и там все пропускается через партию. Кандидатов выдвигает партию. Ты сам отвечаешь на свой вопрос, Ермин. Я сейчас договорю, что получается, даже авторы вот этого законопроекта, который утвердила там группа из Калиева, она не предлагает, не всовывает пункт о самовыдвижении кандидатов не от партии. Я сейчас на тебя буду ругаться. Давай. Потому что ты не понимаешь сути референдума, в смысле вопроса референдума. Давай. Как я его понимаю? Сейчас проводится, например, ну уже два эти вопроса пошли, ну ладно. Вот это очень важный момент, что в том числе, то есть как только люди проголосуют за то, что будут вот эти изменения, начнутся сами изменения. то есть начнут работать там парламентские какие-то рабочие группы, будут включать что этих людей из инициативной группы и так далее. И там потом будет отработан весь закон переработан. Мы только весь. Весь закон будет переработан. Стоп. Именно вот эти четыре препятствия. Именно, понимаешь, вот я говорю, ты мутишь воду, потому что все сейчас слушают тебя и думают, что ты прав. На самом деле ты не прав. Потому что после того, как будет проведен референдум, потом начнутся изменения все по всем четырем, по пяти пунктам и так далее. Все эти не практики. Кто тебе сказал? А почему ты думаешь, что не так? Давай я тебе скажу один раз. Когда формулировка в референдуме в вопросе звучит так, что власти, у которой в руках находятся... Почему власти? Почему власти будут менять? Фатима, Фатима, давай сейчас я скажу, ты дай мне договорить. Когда у власти находится весь парламент, когда у власти находится и Можилис, и Сенат, и мы говорим ему, значит, изменяйте закон о выборах или закон о партиях полностью, извините меня, редактирование вот этих изменений находится в руках у Нуратана, фактически, у Назарбаева. И он говорит, хорошо, мы выполняем решение референдума, в котором говорится, что до выборов изменить закон о партиях и закон о выборах. А как изменить? Вы не указали. Вы указали там какие-то два пункта, хорошо, пусть будет мажоритарка и пропорциональная, но такая система, при которой не будет ни честных выборов, не будет самого движения. Все, теперь по поводу партии. Вы сказали пункт по поводу 40 тысяч убрать, хорошо, это будет 3 тысячи, но три барьера остаются такие, что вы в итоге, мы выходим на выборы, до выборов ни одна партия не смогла зарегистрироваться, потому что там еще есть 3 барьера, и выборов по самодвижениям нету, потому что вы этого референдума не потребовали. Вы потребовали какие-то изменения, давайте мы там косметические какие-то изменения внесем, даже более того, сделаем ухудшим ситуацию, это же тоже изменение, вы же не сказали в какую сторону изменения. Когда вы предлагаете вот такие размытые формулировки, в итоге заканчиваем, в итоге получается референдум проигран. Нет, он не будет проигран в любом случае. Почему? Потому что зачем, например, власти сейчас не разрушать вот этот механизм? Какой смысл? Какой механизм? Ну вот, который образовывается. На самом деле на референдуме сейчас под это, ну не крыло, я не знаю, как это назвать, под это движение объединяется куча народу. Мне вообще даже вот по идее вот эта формулировка даже не важна. Я бы в нее добавила только еще в согласовании с гражданским обществом. я предлагала такое. не гражданское общество. Они могут сказать вот инсот это и есть гражданское общество. пусть инсотом, нам не важно. И они будут протащить свой закон, понимаешь, через инсот? Нет, но они получат просто очередную порцию недовольства и мы еще раз проведем референдуме более уточняющими вопросами. Хорошо, да, мы будем обжигаться, мы будем проводить новые референдумы. Будем обжигаться. Мы дураки не уточнили. Но сейчас сила-то не в том, Ирмин. А мы можем сейчас, понимаешь, холостой выстрел может произойти из-за того, что мы сейчас первый раз сделаем прецедент, он будет неудачный, всегда обнадеживают победы. А когда мы первый раз сделаем и в холостую, и неправильно, еще и тем более с недемократическим голосованием, с недемократическим обсуждением? Почему не демократическое? Сам референдум прошел по демократическому. Подожди, инициативная группа, инициативная группа никакой... Подожди, ее выбрали, инициативную группу выбрали демократическим, ты согласен. Ты можешь пропустить все фамилии, если хочешь, пересмотришь видео, ты согласен? Подожди, инициативную группу до сих пор фамилии, список не показывают. Я тебя спрашиваю, правильно, что ее выбрали демократическим путем на референдум? почему эрмек ты вот такие вопросы задаешь сидя в украине также как облязов во франции я говорю о том что это должно быть показано почему ты сидишь вот вон там в украине спокойно об этом рассуждаешь они в казахстане какие вопросы не понял почему такой я клоню к тому что люди реально начались преследования увольнения с работы людей которые были за этого ты хочешь сказать что группа из калиева должна присвоить себе именно свой вариант группа из калиева и их выбрали отдельно почему ты сбрали из калиев кого представляет из калиев на сегодняшний день всего лишь член инициативной группы инициативно по должна принимать решение по вопросам почему давай обсудим вот я тебе говорю первое и инициативную группу выбрали открытым путем голосования на референдуме демократическим огласен а дальше пошли что теперь как только у них начались преследования у нескольких человек группы и было проголосовано там внутри что они публиковать списки не будут кто туда вошел хоть хочешь смотри видео пожалуйста это просто у них нет такого по закону о референдуме что инициативная должна почему инициативная группа сама принимает это собрание должно принимать решение пусть собрание собрание не принял же решение что должно быть опубликовано списке это открытая информация почему инициативная группа или курица ставь сам список пересмотри видео с на ли данной никому не нужны телефоны никому не нужны речь идет о том кто вошел туда и с кем обсуждать вопросы по законопроекту и потом ты помнишь как конституцию исландии принимали вот группу которую сформировали вот точно так же как вот эта инициативная группа по законопроекту там условно говоря 50 человек соцсетях открыто все приходят и предлагают свои варианты арестовывают у них держат за стенках так как макса как аэрона и так далее на том съезде никаких проблем не было инициативной группы но зачем ты сейчас говоришь тем более сейчас искалиев говорит что якобы все решили в тот день а в тот день фактически на на самом соезде на самом собрании на самой группе инициативной никаких проблем не было тогда можно было открыть в прямом эфире или хотя бы в записи хотя бы в записи как голосовали вопросы предложили где ну вопросы под баталовы где голосует вопросы по нарымбаев где голосует ничего нету 11 молчат ну не знаю я в явно инициативную группу не вхожу я тебе говорю эту информацию которую я знаю что люди по регионам преследуются они реально преследуются и они не хотят и было принято решение чтобы не публиковать эту информацию не потому что они там скрываются это вообще незаконное решение на мочи только собранием собрание выбирала собрание не не приняло решение что будет собрание проголосовала за каждого хочешь смотри видео пожалуйста вот именно если так что мне теперь по видео смотреть не выписывать каждую фамилию а почему не запубликовать потому что они не хотят люди а не а искалиев не хочет да почему искалиев это люди не хотят хорошо где голосование где пожар под примите решение или кого-то тонкие дела как либо присвоил себе вот эти все решения ничего не присваивала там все просто элементарный вопрос почему до сих пор не опубликовано список переписки письма в цик со всеми решениями инициативной группы тем более властям передали фактически в кнб передали почему народу не передают почему не видно скан это ты считаешь такой высокий порог нашей демократии открыто открытости прозрачности я не я не отслеживаю этого нету не а ты хотя бы видел за 11 дней вот эти все решения опубликованы которые уже передали в цик а мы никто не видим и мы требуем это возможно неправильно да неправильно ну и что они работают они что-то делают кто они мы не видим что инициативную группу рыбут мы видим что группа из калиева работают себя говори группа из калиева работа не кто вы до горишь мы не видим народ не видит никто не видит ты видишь я тебе говорю протокол а решение в видео что-нибудь есть по инициативной группе я у меня нет ну вот ни у кого нет ну ладно что ты этим хочешь сказать я хочу сказать что просто элементарно какая-то группа присвоила себе полномочий инициативной группы потому что сложно собирать если их выбрала собрание общее собрание я тебе говорю выбрали с активную группу они групп они не дали полномочий там трем четырем людям из калиева принимать все решения речь идет о том что инициативная группа это 62 человека они должны были работать они должны были обсуждать тем более с народом работает потому что я знаю что они обсуждают работают но зачем как ты говоришь знаешь что ты работаешь если ты сама гришь я там не сижу со вторых лиц я сижу штабе организационном референдума не в инициативной группе и туда доходит какая-то информация кроме того я не понимаю по-казахски в основном 90 процентов времени они говорят показаться я не знаю может быть там что-то еще происходит хорошо ладно вопрос такой что фактически вот эта закрытая секретность она сводит к нулю нормальную транспарентность и аскар шагумаров и об этом высказался не многие в чате высказались я тоже не поддерживаю то что они закрыты но я уважаю их приватность то есть понимаешь проводить еще один референдум но с общее собрание чтобы переизбирать те кто не не согласен чтобы у фамилия мой ну как ты не можешь понять фатима 62 человека которых избрали к ним вопросов нету они должны показывать свою работу если их работа не показать им вопрос у тебя скольких 5 человек присваивают их работу присваивают их полномочия они присваивают никто где присваивают в чем ты видишь что он не присваивают подожди 62 человека ты видел чат нет я не туда не хожу ну вот и все и ты какие-то видела голосование по поводу альтернативных законопроектов за заурич баталовой я не видела потому что я сижу ну о чем ты договоришь если получать я тебе говорю что я не видела и я знаю я тебе говорю о том что люди я знаю точно что люди преследуют потом дальше пошли смотреть вот по сути самих изменений что может быть помочь мажоритарку допустим хорошо поменяли референдум проголосовали народ все принял вариант но у нас мажоритарка была ты 80 процентов времени 30 лет правления назарбаева это как-то помогло честным выбором по самим честным выбором по правам наблюдателей никаких прав не расширяется никаких вариантов по демонополизации секундочку по поводу вопросов на референдум ничего не предлагается в честности выборов прав наблюдателей или изменение монополии монополии нуратана в избиркомах слушая гермет и еще раз повторюсь давай референдуме не должно быть много вопросов как задать так вопрос референдуме вот какой один вопрос задать на 2 до который сразу поймет сто процентов поймет и ответит фатима ты просто не знаешь мировые прецеденты как это делается возможно не знаю просто вот этот вот весь весь список согласны или нет короче список предлагается и внизу пишется оптом да или нет я тебе даже приведу пример из казахстанского примера в казахстане было два референдума один референдум об продлении полномочий назарбаева а второе конституции в котором 98 пунктов 98 пунктов вся конституция при вопрос был такой принимаете ли вы эту конституцию или да или нет со всеми эти 98 пунктами хорошо давай так пожалуйста но получается мы и в итоге имеем что после референдума даже если он будет успешный выборы пройдут у нас пройдут без гарантии честности выборы пройдут с монополии нуратана без прав нет монополии нуратана в избиркомах как ты как как это не знаешь как будут изменены законы да они если они в худшую сторону власть примет понимаешь сейчас мируется настолько сильное вот это мощное движение что если что-то пойдет не так то они уже не как бы власть не сможет так прокатиться почему допустим ты ну смотри зачем твоя ошибка в том что ты вот как ты не юрист поэтому ты вот этот момент выбрасываешь или ты веришь в как бы людям власть могут сделать косметические изменения какие-то да нет нет косметические гермет если они сделают косметические уже все потом не будет другого отступа как на на площади все только на боже мой не ну для чего референдум проводился потому что потом сказать вот видите власти не сделали обещания которых практически мы их и не обязывали мы своими рыхлыми сырыми формулировками фактически подводим себя и народ мы говорим власти а вы обязаны какие-то изменения не указываем и проведем еще один референдум после выбора ведь речь идет о том что нам нужно успеть фактически до выборов если вот сейчас ты будешь говорить о втором референдуме второй референдум гарантированно будет уже после выбора после войны после боя а надо решить вопросы о том чтобы на выборы пойти снова системы выборов с новыми партиями оппозиции вот чем проблема у нас пошли небольшие дебаты ну потому что ты вбил себе в голову вот не вере ты привык не верить людям а я привыкла верить привыкла верить властям я считаю что с властями которые являются шулерами с ними нужно садиться с жесткими формулировками которые не дадут двоякого толкования ты сейчас позволяешь вместе с нурланом искалиевым предлагаешь формулировку такую что дают двойное толкование нет а ну возможно дает двойное толкование но мне кажется сейчас заслуга как бы и нурлана искалиева и его группы и всех что они просто организуют массы они это делают лучше всех они устают и так далее подожди если вопросы идут в пустую то это не успех да возможно где-то так но я их поддерживаю просто потому что хорошо я понял твою позицию смотри по поводу сам самой формулировки вот мы работали с тобой в команде как организовали наблюдатели вот смотри у наблюдателей до сих пор не уточнены права например когда я сравниваю законодательство различных стран мира у нас хуже права чем даже в беларуси в беларуси например есть такой момент что наблюдатель имеет право подходить и наблюдать у столов избирательной комиссии как выдают на руки бюллетени а ты помнишь практически на всех участках наблюдатели за 20 метров держали от столов у нас получается ситуация хуже чем беларуси и этот момент нам нужно было бы исправить в украине есть шикарная формулировка там написано что наблюдатель имеет право наблюдать за любыми процессами возле урны возле столов с уточняющим классные фразы на любом расстоянии на любом расстоянии это уже никакого двойного толкования и никакой избирательной комиссии уже препятствовать не сможет если бы вот эти моменты мы бы включили бы то даже просто один этот пункт ты можешь сам отработать вот закон я начала уже отработали уже предлагали готовы формулировки делать все передали за месяц где он висит ваше предложение а он опубликован в ю-тубе опубликован фейсбуке опубликован в ю-тубе видео скажи где на бумаге изменения в закон мы возьмем и используем где твои изменения как юриста я тебе говорю на ю-тубе есть такая значит сообщество пожалуйста вот к этому видео еще вот на этой минуте а пожалуйста я тебе скинусь я сделаю ссылку потому что мы искали его с точными формулировками и со схемой и с пояснениями все это есть еще за месяц прекрасно уже отдали центральной избирательной комиссии что отдали вопросы ну и что я тебе говорю что для меня ценность этого референдума даже не в том что мы отработаем да конечно это высшая цель что с нами будут потом разговаривать и это власть пойдет на уступки изменит законодательство для меня важна организация вот то что мы сейчас делаем это самое значит как этот игра ради участия нет нет значит они понимаешь ермек ты уже в этом поле да очень много лет а те наблюдатели которые пришли в этом году они еще хотят что-то свое они хотят повариться в этом они еще не насладились тем что их возможно кто-то слушает или не слушает они борются да вот им надо довориться как хорошему было бы демократическое обсуждение вы они бы может быть в них либо они поймут что им нужно демократическое обсуждение даем потому что они все новички они буквально с каких-то фирм каких-то строителей какие-то уволены какие безработные они у них только только проснулась эта гражданская активность мы не можем их сейчас я понял да я считаю что вот это организация то что сейчас делается они пробуют то что происходит чатах ты сам видел они спорят друг с другом выясняют кто там прав не прав выяснять кто предатель это мы все через это прошли они придут к тому что надо во первых четко формулировать вопрос они придут к тому что надо с властью не заигрывать они придут возможно это будет поздно но организация уже состоится и я понимаю что может быть разочарование от того что власть опять сыграет злую шутку в смысле с формулировками и так далее но это их ошибки пусть они ошибаются ты отстранены ведешь а я считаю что это наше детище они только вот игрушка для новичков вот пусть они попробуют поиграть они за годами станут спасибо что ты принимаешь что это наше детище а многие вообще не воспринимают этот референт вообще все-всюда они и потом мы исключим особенно алматинцы они в основном ведут дискуссии на русском языке и я к ним отношусь кстати да и мы совершенно опускаем вот это казахскоязычное поле а там свое понимаешь и вот референдум это триумф казахскоязычного поля пусть они делают пусть они что-то попробуют давай мы обсудим предстоящие выборы значит у нас вариантов несколько назарбаев сказал что выборы будут в двадцать первом году по плану и типа грит зуб даю что раньше не будет но никто в это не верит особенно после того как даже относительно недавно назарбаев буквально за две недели до девальвации сказал зуб даю девальвации не будет в итоге девальвации случилось и вот сейчас вот это зуб даю фактически может означать что на самом деле досрочные выборы будут еще какие будут и возможно не за горами вот джамбулат мамай озвучил что по его предположению это может случиться уже в декабре кто-то говорит в конце зимы кто-то горит весной но фактически все склоняются к тому что в двадцатом году будет и никто не верит назарбаеву потому что вла оппозиции давать возможность парламентские что ты думаешь я тоже я поддерживаю жамбулата в этом смысле но не то что в декабре но в начале года и вообще как всегда они объявляют в январе как мы уже последние годы привыкли где-то в марте может в апреле проведут но тогда это означает что ни одна партия не успеет зарегистрироваться никакой референдум не успеет провестись никакой никакие никакие законы не будут проведены потому что это мажорист должен принять сена должен принять потом это единственная лазейка это усиливать наблюдение да это получается на основе действующего законодательства просто уплотнять наши порядки на участках и наши ряды чтобы чтобы каждый наблюдатель привел за собой 5 на разные участки и везде всех охватить мы в этом году то есть почему мы так воодушевились все и старички и новички то что мы увидели что нарушалось законодательство на всех участках выбраны и что да и что реальные результаты не совпадают это было настолько ясно очевидно почему это движение поднялось только из-за наблюдения из-за самого факта того что власть нагло обманывая везде особенно в подсчетах я считаю что в этот раз нужно укрепить именно территориальное то есть прием заявок и работу территориальных комиссий то есть не на уровне участков даже а на уровне почему на участках обязательно то есть предотвратить все что на всех остальных уровнях центральная да да абсолютно везде посадить людей с камерами как можно больше журналистов то есть это вот единственный путь который мы сейчас можем без изменения законодательства вот как ты думаешь что какие плюсы какие минусы досрочных выборов для властей вот давай рассмотрим проанализируем с одной стороны это пульс другой стороны минус например я сейчас тебе скажу а ты попробуй мне возразить может быть дополнишь например власти страшно боятся сейчас наблюдателей и то что они могут натворить на новых выборах непредсказуемо это может быть еще более более крепкий на ногдаун а с другой стороны власти всегда проводили досрочные выборы потому что они хотели застать оппозицию в расплох потому что финансы не скоординированы не скамулированы какие-то человеческие ресурсы те же самые наблюдатели насколько они быстро успеют и так далее вот что ты думаешь какие плюсы минусы что сейчас для власти выгодно поиграем за 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 противника власти ну смотря что мы же уже в начале интервью сказали что власть сейчас очень понятно размытые понятия не только географические и законодательно как-то все разнесено и также это просто темные лошадки неизвестных намерений я верю что назарбаев не хочет посадить дорогу но совершенно не хочет я верю что власти хотят изменений тоже потому что они запутались у них критическая финансовая ситуация прямо аховая и в регионах и большом бюджете и дыры долг и постоянные растущий долг постоянной выплаты растущая социальная несправедливость все это накладывает как бы и обязательства то есть они зачем создали насот потому что переговоры надо с обществом вести и надо что-то понимать но все равно это тупик им надо сейчас просто вот парламенту взять развернуться и партии нуратана сказать все мы не справились ребята приходите новые силы разгребайте это говно ты думаешь они готовы поделиться властями радикально нет это хорошо бы если бы они так сделали они конечно на это не пойдут хорошо если бы они так сделал потому что у них нет выхода у них реально нет выхода как что-то предпринимать но все что на что способны их мозги что предпринять это вот созданием сода это там послабление какие-то и так далее не на открытость и на полную прозрачность не вовлечение гражданского общества они не нужно настоящее вовлечение карманные нпо и карманные партия и профсоюзы а реальная работа потому что все что мы предлагаем весь демократический путь это огромная работа согласись это у каждого спросить мнение это за все проголосовать это учесть все изменения и так далее это просто ну а в гиеве конюшни реально это очень большая работа и все кто способен сейчас что-то изменить находится в гражданском обществе в фактически позиции власти но почему нас рядов считает что наблюдатели это провластная структура затея для ликитимизации что это все кусанов щена и так далее смешивают обязательно вот эти два понятия кусанов и наблюдатели так выгодно то есть это его личные как бы домыслы ему выгодно считать что он единственный оппозиционер который говорит правду пожалуйста я не хочу честно говоря обсуждать я не знаю зачем он это смешивает касановщина это вообще мне кажется ну неправильный термин то есть им стоит называть только людей которые предают нос как сам касан он предал в себя поверивших людей а вот и или даже не с тем поверивших кто был на его стороне реально мы выкладывались у меня те два месяца которые ну вот я положила на то что мы организовывали его ну не совсем агит куда она поддерживая хотя бы то есть везде писали посты в его поддержку до чего во-первых мы согласовали с манифестом то есть у нас было движение если ты помнишь прошлом году мы начинали в этом году даже сайман торсен хан и другими ребятами вот и мы решили что мы будем поддерживать касану потому что на фоне других кандидатов он выглядел привлекательной фигуры как вообще единая фигура от оппозиции никаких личных чувств мы к нему особо не испытывали визитов там более меня все предупреждали в том числе жанар моя сестра она говорит будьте осторожны потому что касано предает уже не раз было мы все были на готове но тем не менее как бы нам было важно вот эти выборы отыграть мне кажется мы вот эти выборы которые были 9 июня мы прошли на пятерочку то есть гражданское общество то есть во первых мы организовали прекрасно систему наблюдения во вторых мы отработали систему голосования за одного кандидата это голосование это умное голосование да конечно а блязовцы они выходили на митинги и вообще пытались отозвать людей от голосования но в общем это методы тоже приемлемо бойкотирования и ну ничего против не имеем пожалуйста они добились чего-то своего вот скажи мне по бойкоту что они да не ничего не добились если бы все люди которые пришли голосовать не пришли голосовать пришли бы голосовать и голосовали за касанова возможно нам дали бы еще да там бы спорить было не о чем этим цикл ему им бы пришлось усиленно потрудиться чтобы фальсифицировать а так они кстати вообще нигде не опубликовали как они подсчет голосов или ну вот поэтому в теркома и в цик нужны особые наблюдатели которые будут вот следить за подсчетом потому что а моя главная фальсификация в этих выборах было не на местах а именно вот по поводу кусанова ты наверное слышала или видела сама может быть мое интервью с досом кушимом практически первый человек не из кабаты амиржана кусанова который рассказал впервые там спустя полгода вокруг этого но ответы были удручающие примерно такого я не знаю я не был в курсе я не интересовался я не спрашивал а он мне не рассказывал и так далее вот все вот в таком характере что он получил в ответ поток комментарий соответствующих и так далее я бы хотел бы вот тебе сказать одну вещь по поводу кусанова власть все равно проиграла потому что если бы она его отозвала бы ну не знаю там до 9 числа например 6 7 8 числа она бы выиграла и наблюдатели бы были бы деморализованы и они бы не вышли бы на выборы но когда она его отключила после того как люди все видео выложили все засняли протокола зубами вырывали и вырывали еще даже после того как кусанов придал люди дрались всю ночь мне кажется с кусановом они все равно проиграли опоздав сильно опоздав к сожалению власть в этот раз видимо она была занята сменой власти или там у них уже начались подковерные игры и они не прочухали этот момент и вообще не не ожидали что будет столько наблюдателей ну и хорошо потому что мы увидели свою силу это вдохновило это было здорово а вот по поводу митингов смотри вот я считаю что митинги надо было проводить с теми же бойкочками но 9 числа всем вместе проголосовать всем вместе пронаблюдать а митинг 10 числа бы провели бы при иностранных наблюдателей при не уехавших убысье и мы бы были бы все выигрыши я тоже так считаю то есть нам приходилось и до сих пор приходится бороться на два или три фронта то есть против тех же не согласны сейчас не согласны условно по большому разделились на два лагеря которые хотят законодательных примен путем не митингов скажем так но и митингов тоже иногда и люди которые выходят только на митинги и что-то там очередные лозунги выводят и ничего толком ну не получается то есть митинги нам сейчас показывают что они иногда эффективны иногда не эффективны но в основном не эффективно но в любом случае им надо пользоваться как одним из инструментов не как монопольным получается обвязать только кто не за митинге какая-то большевистская какая-то тактика непонятно что ты думаешь на какие у тебя прогнозы в следующем году или когда начнутся выборы если будет в этом году какова будет картина что ты что ты предполагаешь что будет как себя будет стороны вести себя власти и народ и какие будет в итоге результаты вот смотри власти выгодно провести выборы досрочно пока мы еще не окрепли и протолкнуть на еще один срок весь свой нуратан но как я уже выше говорила им они пока не эффективны и это тоже и такаевские преобразования я не знаю с чем они связаны и насколько они там соотносятся библиотека или нет но они довольно прогрессивны какие-то вещи людей действительно отпускают какие-то законодательства от кончилял как бы руки отвели эти за это лучше вообще хорошее изменение да да то есть очень замечательные вещи происходят непонятно кто им рулит на поведник там какие-то загмени новой министерство экологии то есть в принципе очень много изменений очень много хороших изменений вот я тоже их особо не слежу но то что в сетях появляется уже на хорошую обладёживать оценку обнадеживать вот поэтому такая ему конечно пока он не поменяет парламент пока парламент как бы под библиотечный вот ему надо если мы поверим на миг что он не соотносится в библиотеке проводит свой курс то ему нужен свой парламент возможно усилит либо партию ахжоу либо еще какую-то партию и ну кроме нуратана еще кого-то туда поставит и возможно он уже ведет переговоры возможно с кем-то чтобы они вошли в эту партию составили какую-то конкуренцию нуратан возможно вот в этом смысле ему наиболее выгодны выборы сейчас по сравнению со всем гражданскому обществу неважно смысле не невыгодно потому что мы не успели провести изменения не через референдум не каким-либо иным образом назарбаеву выгодны в каком смысле чтобы укрепиться еще и проект провести нуратан еще и такая его то есть если это будут выборы то скорее всего это будет борьба между такая вам и назарбаевым если они не по одну сторону баррикад я просто не знаю вот смотри у меня вопрос такой насколько большие шансы зарегистрировать жамбулату мамая с мамаем либо с другие партии до выборов я считаю что велика вероятность у всех есть потенциал протеста мы его увидели даже измерили на выбор он реально по срокам 30 40 было больше 6 месяцев я бы может быть поверил бы так уверенно а вот сейчас под вопросом тем более если есть ну конечно здесь же просто арифметика если объявляют декабре в январе мы не успеваем если объявляют в марте в апреле то гражданское общество то есть тогда еще будет возможность можно эти 40 тысяч набрать ну да особенно большими усилиями понимая что здесь я по демократической партии подразумевается скажем так 5 10 оппозиционных групп 10 партий которые идут на создание одной партии чтобы она как ледокол изменила законодательство партия и потом уже будет регистрироваться там сколько надо партии я считаю что даже успеют две-три например я до сих пор не понимаю как могут соседствовать в одной партии люди с разными с разными политическими убеждениями например например конфликт в этом у сдп это вот яркий пример что туда пришли нацпад и условно термуратом боби да все они хотят идти и другие хотят изменений но если привыкли то есть там вопросы у бабе были одного плана у сдп другого и там как бы произошел конфликт по поводу вот у сдп там выиграли все-таки оппозиционное крыло смысле оппозиционно настроенные ребята или здесь идет речь о договорнике с властями я считаю что недавно не договаривались властями у них как не было денег так и нету денег то есть если бы они договорились с властями они получили какой-то куш у них до сих пор нет денег чтобы элементарно проводить а где их работы не видно вообще в соцсетях никаких акций никак ничего круглых столов какая-то программа не до этого что то есть какой-то бездельничали так и бездельничать что-то они делают выезжают в эти в регионы но это мало малая работа им просто боби нужно было идти по демократическим процедурам и поддерживать именно эти диалоги а он стал звать в партию всех подряд точно так же сейчас делают например что в этом ничего плохого нет если допустим тебя всех подряд звать это означает что преобразовать пока одну единственную партию не как партию а в наши условно сыграл роль против фронт скажем так против дик тирании а потом после того как изменится законодательство не создал свою партию я тебе говорю сейчас невозможно зарегистрировать партию тому же пока бопи мама я же начал пусть на начинал ну да но это больше от безысходности потому что нам успеть что-то сделать это практически невероятный прыжок потому что сейчас жан-булат мама я ты знаешь отказали сейчас и отказали и отказали в том числе потому что там появилась четвертая гора в этом законе о партиях о том что кроме съезда 1000 человек перед съездом должно собраться предварительный съезд 1000 человек обратиться с письмом в минюст о проведении официального съезда не там просто подписи не надо еще съезд собрать фактически а как без сбора как соберешь ну как же лауна собирали подписи стояли где-то ловили в одном городе это можно а как ты будешь в 17 то есть то же самое ты получаешь в смысле всем раздаешь и собираешь подписи это вообще не как бы не трудно соберите 2000 мы как исследовательское агентство проводим там условно любые исследования везде около любого магазина вам по 100 человек ловим и берем интервью что в чем проблема ты хочешь сказать что в принципе тысячи обращение одно обращение тысячи человек ты считаешь нужно разбить на 17 бумаг и в 17 областях собирать ну возможно это не трудно если задаться целью это не трудно возможно закон минюст как он как с какими ответами столкнется жан-блат или то жан или там было урумбетова с этими вариантами ну ладно ты уверена более-менее что в принципе реально набрать 40 тысяч подписей и успеть зарегистрировать что произойдет с народом и с наблюдателями если ни одна партия не будет зарегистрирована новая значит смотри движение наблюдателей на мой взгляд это мой взгляд не не выражают всех оно должно оставаться нейтральным в том смысле что именно как движение то есть все что они должны если есть оформленный альянс наблюдать или ну например если я уже не помню зарегистрировать он не зарегистрирован да но я знаю что несколько отказов было сейчас просто последнюю переписку мечтал вот как организация мы должны оставаться нейтральными почему потому что только нейтральная организация может наблюдать нормально за выборами иначе любой наш отчет будет восприниматься как отчет какой-то партии ну согласен не согласен с тобой потому что подождите скажу но каждый участник то есть он может входить в любую мама из кого с дп и там куда угодно то есть все которые входят в альянс наблюдатели у каждого есть свое право я считаю что право находиться в любой организации кроме нуратана вот смотри какой вот я чаще к чему клоню во всем мире принципе структура очень простая существует скажем так вот на выборах в украину последний раз участвовала примерно 27 партий у 27 партий при каждой из них был создан свой полк наблюдателей и было существовало скажем так формальная небольшая профессиональная организация которая чисто по выборам вот типа альянс наблюдатель который координировал работу между 27 полками и собирал информацию как-то сводила все таблицы тогда одно другому не противоречит вопрос в том что если партии не будут зарегистрированы до выборов у наблюдателей не будут мотивации выйти на выборы почему была же в этот раз мотивация если не было заказать его следить чтобы вот если будет новых партий позиции даже саму самого получается понимаешь я согласна можно вот тогда вот как раз вот этот дыбуковский вариант сейчас будет очень оптимально именно байкот да люди все выйдут на улице элементарно объединяться скажет но вы даже в учау это он будет идеальным вот в такой ситуации когда нет вообще никого никого но мне кажется что надо еще посмотреть может все таки и тот же самый сдп выйдет посмотреть с кем и с какими потому что когда мы принимали в 2016 году участие выбор я не вступала выступает но они предложили активистам астаны ну и в алмате и так далее организовать у них была такая ну вот асхат предложил он говорит давайте мы выдвинем собрание то есть людей вам не обязательно вступать в сдп но вы от нашей партии будете избраны в этот формат это в шестнадцатом году и мы тогда по закону быть кандидатом от партии могут быть только члены партии а мы потом бы вступили то есть попадать из а вот то есть если мы прокатываем то мы вступаем или перед этим прямо понятно ну вот такая ситуация непонятная сдп скорее всего использует этот же вариант потому что у них своих членов партии не так много я представляю пока они ничего не говорят по поводу вот кого не предлагает сразу начал вот эту знаку фигура эту знаку начала включаться в ходе технологии да и кто мешает продемонстрировать что он включает расширяет партию в этом плане у меня свои замечания ему и уже дала большие но асхату как раз после этого конфликта который в сентябре был я с ним говорила им сказала что им надо делать как им надо двигаться вообще позиционирует рекомендовал что не сказал во первых выходить к народу во вторых вообще сразу дать пресс-конференцию или какие-то разъяснения к сожалению они на пресс-конференцию которые дали они так и не объяснили свои ну почему это они сделали хотя у них ну они как бы объяснили что нет не было демократических процедур что финансы там и так далее но мне хотелось услышать именно качество этих обвинений в отношении бопи я их не услышал то есть почему то есть какие-то там записки и так далее то ли они не захотели с ним конфликт входить то ли доказательства реально не было вот но и меня это конечно вся процедура возмутила то есть но с одной стороны восхитила то есть действительно не были соблюдены и действительно тот конфликт который мы предполагали то есть нацпад и условно в лице бопи и соцдем они не могут ужиться в одной партии то есть для меня это стало как учебник вот и лишь про демократические процедуры очень много в плане у сдп но разве ты не знаешь что у сдп перед съездом обязана была провести конференции во всех регионах них не было этих демократических конференций вот этого я не знаю то есть не избирались нас есть и так думать же имеет право решать только что они не избирались то есть подтверждение ну возможно то есть я так далеко не в эту проблему не лезла он не хорошо поступили с бабе абсолютно то есть нельзя было его так выводить но у асхата мне кажется там сыграл фактор да честолюбие то есть не межличностная даже а его просто он бы засиделся то есть если бы бабе привел мама и что он собирался сделать асхат был скорее всего в курсе этого он бы потерял еще годы на то чтобы не возглавлять здесь были чистолюбивые мне кажется мотивы ну понятно но во всяком случае просто скажу коротко что там съезд не имел права даже снимать никого из партии потому что по уставу сдп право принимать и исключать имеет право только первичная организация во вторых съезд не имеет права принимать ни одно решение если на съезде отсутствует законно избранной делегации хотя бы с одной области а там несколько областей не проводились конференции но они получается никогда 30 лет там не за этом 20 лет никогда вы не проводили эти конференции я не проводить я знаю что шестнадцатом году они точно проводили там ездили эти делегаты перед 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 выборами это я точно но мне это не так важно потому что мама и молодец в этой ситуации как бы выстрелил он создал свою партию и я как бы считаю что это достойный выход из то есть неудобной ситуации которая сложилась вокруг вот этого партийного но к сожалению не для усдп мечта вот смотри получается наша вся задача я думаю я сейчас люди будут зрители смотреть еще раз я говорю что сейчас надо поддержать даже если вы не поддерживаете там конкретную позицию вот этой партии я думаю что нужно всем вместе подписаться под сбором подписей для какой-то партии оппозиционной которая хоть как-то выйдет на выборы зарегистрируется ее поддержит народ и она если будет иметь большую крепкую фракцию в парламенте она сможет изменить наконец-то законодательство по партиям и тогда будет зарегистрирована партия которую вы сами хотите будет зарегистрирована куча средств массовой информации будут демократизации по выборам по масле хатам там по местному самоправлению нужна какая-то объединенная партия с различных групп которая сможет зайти в парламент если мы сейчас будем харакориться говорить вот мы не поддержим жамбулата потому что мне не нравится этот мне не нравится было потому так в итоге вы будете искать свою идеальную партию и останетесь с носом и никого не зарегистрировать не вашу идеальную группу партию никого-то другую и мы все будем как у разбитого карета мне кажется по моему мнению нужно всем обедниться потому что в парламенте нет вообще никакой оппозиции вот в чем дело да и причем а вот эти три партии которые пытаются сейчас зарегистрироваться они возможно должны использовать все все три одинаковых списка подписи 40 тысяч то есть ходить прямо с почему там почему нет не запрещено запрещено я тебе скажу в законе о партиях написано что не просто сбор подписей а именно членами партии а членами партии может быть только одной партии а это точно я могу тебе показать после этого закон ссылку и уточнить так что это же разы подписи в поддержку создание партии нет не поддержку а именно члены партии а я тебе скину обязательно и в комментариях скину люди увидят фатима вот я думаю что мы сейчас находимся вот после 9 июня вот этот шлейф больших гудения событий активности народа сейчас он выливается в то что следующий двадцатый год я думаю это будет какой-то видимо большой эпохальный год по многим преобразованиям в стране и вынуждены преобразованием сверху в ответ на активность народа и выборы сами я думаю будут скандальными и такими резонансными которые могут привести к большому притоку оппозиции в парламент как минимум 15 процентов оптимально 40 люди будут настраиваться и я тоже там на 55 процентов но что-то произойдет потому что сейчас вот этим провластным монополием по моему пришел конец да он пришел просто потому что они уже как большие динозавра не могут вы не знают как управляться не с государством и с проблемами тем более идет вымывание интеллектуального как бы ну прослойки общества поэтому им сейчас приходится что-то делать не просто так уже управлять массами массы это умнеет все-таки даже та самая волна наблюдателей она уже показала что уже просто так не прокатит и новый касанок не прокатит надо очень сильно изощрится чтобы удивить людей и как-то положительно у них вызвать вот единственно чуя опасаюсь фатима это того что может быть такая рецессия может произойти откат назад в результате какого-то бунта силовых структур силовых министров которые могут надавить на такая который может быть сделать попытку переворота в пользу еще каких-то третьих лиц которых их больше устраивать по моему может произойти консолидации консервативных сил внутри власти это тоже опасность никто не может исключать возможно еще мы не должны сбрасывать со счетов влияние мусульманских стран и потому что китай не радикального ислама до радикальность как вариант тоже особенно на западе активность полос там тяжелая ситуация с этим поэтому радикализация общества идет и если еще сюда бросить такую искру как оружие то это будет конец очень не хочется конечно горни гражданской войны ничего подобного то есть на мой взгляд идеально было бы особенно ротан сейчас передал свое управление на соду тому же может быть ну как сложил полномочия все мирно провел до того как у нас вооружилась насилие потому что как только она вооружится ясно но давай посмотрим на события насколько все будет протекать общество мне кажется сейчас спускать на тормоза на бесконтрольность не будет он будет пытаться все контролировать в первую очередь через через наблюдателей на самих выборах какие бы ни были маслехатовские выборы или парламентские выборы сейчас важно не пропустить еще по моему уже один раз пропустили но можно еще повоздействовать писать всякие письма там в цик чтобы войти в комиссии сами разбирать да да но сам по закону по закону там это делается только после того как объявляются выборы и срок максимально 10 дней после объявления выборов вот в этой в этот 10 дневный срок до партии зарегистрирована партия имеет право включить в избирательной комиссии по одному человеку но для этого надо тому же у сдп жамбулат мама надо иметь этот список 10 тысяч человек уже заготовленный и держать его на готове чуть что сразу вставлять большое спасибо не за что прямо всегда рад видеть тебя и даже наши споры они я считаю такие дружественные конструктивные нацелены на какой-то итоговые какие-то мысли итоговые какие-то вещи явно подпитываемые в на фундаменте патриотизма потому что мы относимся ну никак чужие мы хотим реально что-то изменить поэтому может быть мы иногда эмоционально реагируем потому что мы хотим результаты им нам на многое пожертвовали я думаю фатима будет здорово если ты скоро вернешься и дай бог чтобы в нашей стране изменилось все при нашей жизни и чтобы мы в этом принимали участие спасибо ирмек взаимно все рахмет так вот а и Продолжение следует...